Здравствуйте, меня зовут Юлия. Сегодня будем разбирать косметичку Glamour Back номер 7, июльскую. Она очень увесистая, здесь хорошее наполнение, продукты все очень интересные. И в целом я очень наполнением довольна. Давайте смотреть, что же у нас представлено в буклете. Первым идет масло для губ от Lumine. Его заявляли в качестве зазывалочки в рекламе этой косметички. Называется Arctic Glow Lip Oil. Здесь 8 мл. Очень удобный аппликатор, набирает столько продукта, сколько нужно, чтобы нанести на губы. Можно пользоваться без зеркала. Очень приятный блеск бальзам. Запах приятный, очень увлажняющий, питательный. Очень довольна. Сейчас многие бренды выходят на рынок с подобными средствами для губ. И у Lumine это средство получилось очень-очень достойным. Цена 699 рублей. Мне достался оттенок номер 200. Буду с удовольствием пользоваться на лето. Просто замечательный вариант. Два средства от Kamei. Насколько понимаю, новинки. Гель для душа Magic Spell и мыло Secret Bliss. Гель стоит 122 рубля, мыло 40 рублей. Объем стандартный у геля для душа. 250 мл. Очень давно у меня средств от Kamei не было. Я пока этим гелем не пользовалась, но пахнет очень приятно. Оставлю пока в запасах. Когда закончатся мои какие-то другие средства, буду пользоваться этими. Познакомиться будет очень интересно. Мицеллярная вода очередная появилась на рынке от черного жемчуга. Очищение и уход. 20% активной сыворотки. Здесь 250 мл. Стоит более чем бюджетно. 150 рублей. Вот таким образом открывается. Я попробовала уже пару раз ее. Очень приличная мицеллярная вода. Самое главное, что она не разъедает глаза, не щиплет кожу, не дает никаких покраснений, раздражений. Пользоваться можно. Примерно то же самое, что и Garnier. Очень неплохой продукт. Достаточно базовая мицеллярная вода. Буду дальше тестировать. Буду дальше пользоваться. От Эйвен. Тушь для ресниц. Очень давно у меня не было туши от Эйвен. 10 мл здесь. Это новинка. Не знаю, насколько они улучшили свои формулы. Здесь обещают объем без склеивания. Щеточка, насколько я понимаю, традиционная ворсовая. Хорошо будет прочесывать реснички. Пока открывать не буду, потому что огромное количество туши накопилось из всяких коробочек и косметичек. Но попробовать будет интересно. Очень полная стоимость 279 рублей. Далее шампунь от HairVital для укрепления роста волос. Уже у меня было желание купить его самостоятельно, но здесь он попался в косметичке. Очень рада. Здесь 250 мл. Обещают питание, укрепление волос, стимуляцию роста новых и улучшение кровообращения в волосяных фолликулах. Шампунь прозрачный, пахнет приятно, такого прозрачно-оранжевого цвета. Хорошо пенится. Мне понравился. Он, конечно, слегка подсушивающий, потому что такие обычно шампуни действительно волосы все-таки подсушивают. И если длина волос окрашенная, поврежденная, то лучше его наносить именно на корни волос, на кожу головы и какое-то время подержать, потом смыть. Буду дальше его тестировать с огромным удовольствием. Здесь заявлено, что полная стоимость 400 рублей. Я думаю, что я бы его в конце концов самостоятельно купила и очень рада, что он попался в косметичке. От Вилента очередная маска биозолота с коллагеном 25+. Здесь часть с тканевой маской и есть вот такой отек с кремом. Насколько помню, еще не пробовала такой вариант масок от Вилента, но оставлю его на более прохладное время года. Хотя до сих пор все маски от Вилента, что мне попадались, как-то меня не особенно впечатляли. Но я думаю, что я все-таки использую. Стоимость 77 рублей. Пока останется у меня в запасах. И в Роше. Солнцезащитный спрей для тела со SPF 15. Здесь очень приличный распылитель. Наносить удобно. Я уже его просто протестировала на руке. Основа у него масляно-спиртовая. Наносится действительно такой невидимой вуалью. Не знаю, насколько эффективен здесь будет SPF, но попробовать можно. Надеюсь, что будет хорошо защищать даже, если не для того, чтобы лежать, а где-то загорать. Но хотя бы для того, чтобы где-то в городе, если находишься слишком долго на солнце, им пользоваться. 150 миллилитров стоят по полной стоимости 1190 рублей. Очень рада, что на лето положили такой продукт, косметичку. И последнее. Это гель для бровей L'Etoile Selection. Оттенок 101. Стоит 636 рублей. В формуле присутствуют волокна. Сам продукт очень пигментированный. И пользоваться им нужно осторожненько, чтобы все-таки он попал больше на волоски бровей, чем на кожу. Иначе будет сложно его растушевать. Но в любом случае я наношу сначала этот продукт на брови, затем прочесываю чистенькой щеточкой, чтобы равномерно все это распределилось. Оттенок холодный, хотя не слишком светлый для меня. Я бы предпочла посветлее вариант. Но если сравнивать с подобным гелем от Essence, то L'Etoile, конечно, выигрывает, хотя он стоит дороже. Он более пигментированный, цвет более холодный. Он не окисляется ни в зелень, ни в желтизну. Очень достойный продукт. Буду пользоваться с удовольствием. Мне понравился. Сейчас, опять же, многие компании выпускают огромное количество продуктов для бровей. И у L'Etoile, я думаю, что продукт очень достойный получился. Вот такое наполнение в этой косметичке. Мне, если честно, понравилось очень. Наверное, это самая лучшая косметичка, которую я когда-либо покупала. Отличное разнообразие. Есть и продукты для волос, и для тела, и для лица. И декоративная косметика. Очень достойно, за 850 рублей. Буду ждать анонсов следующих косметичек. И обязательно буду приобретать снова. Внизу оставлю, как всегда, ссылочку, где можно сделать заказ на эту косметичку. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...